Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот эта трагедия в Брянске, стрельба, школьница. Сегодня каждая тема, которую я читаю, статью, через призму этой трагедии, конечно, рассматривается, потому что произвела на меня огромнейшее впечатление, я думаю, как на любого другого человека. Гузеева пишут со страшным криком, выбила ногой дверь в комнату дочери. Вот вам, пожалуйста, тема. Взаимоотношения и общения матери, да и вообще родителей с детьми в семье. С дочерью, с сыном, неважно. Можно говорить, учитель, психолог, рамки, директор, охрана, что угодно, молодежная организация. У нас есть, в конце концов, Росмолодежь, кто не знает. Я тоже тут на днях увидел даже руководителя Росмолодежи. Чем занимается Росмолодежь у нас, я не знаю. К сожалению. Может, кто-то знает, но бежит. Значит, можно говорить о сериалах, которые показывают сейчас, светлых, замечательных, о сходках, драках и так далее. Тоже, видимо, рассчитывая на то, что это будет как-то развивать духовно нашу молодежь. Да, но вот возьмем в отрыве от всего этого именно общение с детьми. В семье. Потому что все-таки основное формируется там. Так вот, Гузеева вспомнила, как обсуждала с дочкой одну не очень хорошую ситуацию. Вообще, на самом деле, статья довольно неплохая. Она рассказывает о том, как совершала ошибки в воспитании детей. Ну, кто их не совершал? И вот она вспомнила, как обсуждала с дочкой одну не очень хорошую ситуацию. Артистка тогда сорвалась и выбила с ноги дверь в комнату Лёли. Были же причины, я ей говорю, уже в более взрослом возрасте. А она мне говорит, ну, я же была маленькой. Ну, вот не понимала я этого, говорит Гузеева. Общалась на равных. Корит себя актриса. Я вообще, например, мамы ни разу, говорит Гузеева, многое упускала. Кидалась из крайности в крайность. Орала за двойки, а потом в ногах валялась. Зализывала. Ничего хорошего. Друзья, про Гузееву сложно говорить. С другой стороны, просто. Потому что, когда она рассказала, как какой-то муж, наркоман, алкоголь-то, буквально, не ведет здоровье, наркотики, зло, занимайтесь спортом, бил ее гантелей по виску и наблюдал, как у нее расширяются, сужаются зрачки. После этого ее отношения с детьми, какими другими могут быть, я не знаю. Кроме как эмоциональные качели. То орать, то двери выбивать, то зализывать, то еще что-то. Она это впитала в эти взаимоотношения. То есть, то, что было в молодости, то потом проецируется. Вчера я снял видео обращения к зрителям и подписчикам. К вам, друзья, мы рассуждали с вами о... Я рассуждал, точнее, потом вы в комментариях. О эмоциях, плюс-минус, качели эмоциональные, скука и так далее. Кому интересно, посмотрите это видео вчера обращения к зрителям и подписчикам. И вы знаете, в данном случае я хочу сказать, что зачастую родители, у которых рождаются дети, сами глубоко психологически травмированные личности. Глубочайшим образом. Из молодости, из своих семей, из отношений с противоположным полом. Глубоко травмированные личности. Причем это кажется взрослый человек, взрослый мужчина, взрослая женщина. Но там ребенок внутри, внутри каждого взрослого ребенка, который глубоко травмирован. Естественно, все это потом куда проецируется, где это выплескивается в взаимоотношениях со своими детьми. Поэтому дети должны рождаться в идеале, в идеале скажу так, да, у людей, которые зрелы в первую очередь психологически. Это что значит? Это значит, они проработали либо со специалистом, либо самостоятельно. Мое мнение, это лишь мое мнение. Свои проблемы, которые были у них, разрешили их успешно. И понимают потом, почему они совершают те или иные поступки в отношении детей и говорят те или иные слова. Не на автоматизме это происходит, а они говорят что-то, что они понимают потом. То есть это система воспитания. А зачастую у нас получается так. Дом-2 показывали 16 лет. За это время выросло огромное количество мамочек или там девочек, которые смотрели. Это замечательнейшее шоу, нравственное, духовно развивающее нашу молодежь. Опять-таки, да? Возвращаясь к медийному пространству. Которые стали мамами. Ну и которые, естественно, если уж они смотрели Дом-2, а психологически здоровый человек Дом-2 смотреть просто никогда не стал бы ни разу. Ну, разве что ради интереса одну минуту. Что это там за такая грязь? И вы понимаете, дело в чем? Дело в том, что какими они стали мамами, как вы думаете? Ну, правильно. Осознанными, психологически зрелыми, целостными личностями. А это несколько поколений. Вопрос. А кто воспитывал этих людей на таких программах? Понимаете, вот они вопросы, 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 вопросы. А мы говорим рамки, не рамки. Это очень важно, безусловно, обеспечение безопасности. Но еще важнее обеспечение безопасности психологического здоровья населения. Мам, пап. И, конечно, каждый должен задуматься в первую очередь, а что я делаю? А что у меня за проблемы вообще? Потому что Гузеева, вот, пожалуйста, она проецировала свои проблемы на это. Друзья, что вы думаете на сей счет? Что-то еще хочется сказать? Но как выключая камеру, так понимаю, что надо было сказать. Ну, что поделать? Вот что вспоминается в процессе съемки, то вспоминается. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Политика с моими комментариями. Все самое интересное в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Друзья, и кому интересно, можете подписаться на канал Будда Гришна на платформе Routube. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.